Молодые семьи теперь замотивированы на рождение первенцев. Законопроект о мерах финансовой поддержки молодых мам и пап во втором чтении приняли депутат регионального парламента. Закон предусматривает предоставление с 1 июля текущего года мер соцподдержки женщинам в возрасте до 24 лет при рождении первого ребенка. Закон устанавливает ежемесячную выплату по уходу за первенцем до достижения полутора лет матерям, средний душевой доход семьи которых не превышает средний душевой доход населения региона. Единовременно молодым матерям, если они еще обучаются, будет предоставлен региональный студенческий капитал 50 тысяч рублей. Пакет мер также предполагает выплату 100 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. В правительстве считают, благодаря закону в будущем году стоит ожидать увеличения рождаемости на 2%. У нас ежегодно первородящих порядка 4,5 тысяч. Из этих 4,5 тысяч, те граждане, которые находятся в возрасте до 24 лет, сегодня порядка 40%. Поэтому 2% от 2,5 тысяч, человек 50. В настоящее время на территории Ивановской области не возделываются более 300 тысяч гектаров сельхозугодий. Принятые парламентариями на заседании пакет документов приводят региональное законодательство в соответствии с федеральным. Неиспользуемые земли теперь через суд будут изымать у прежнего собственника и выставлять на торги. Если желающих их приобрести не найдется, то обязанность выкупа ложится на органы местного самоуправления. При отказе муниципалитета участки приобретут в региональную собственность. В этом году на торги будут высолены 6 необрабатываемых собственниками участков общей площадью 150 гектаров. Средства на их приобретение в бюджете области предусмотрены. По вот этим 150 гектарам первого транша мы рассчитываем, что она вся будет приобретена. Есть предварительная договоренность, есть заинтересовываясь инвесторов. То есть мы рассчитываем, также есть уже понимание следующего пакета, который будет также отсужен и выставлен на торги. Тоже там есть сельхозпредприятия, которые планируют их приобрести. Важнейшим на заседании стал проект закона об изменениях в областной бюджет этого года. Он предусматривает выпуск государственных облигаций в сумме 7 миллиардов рублей. Из-за этого объем привлекаемых бюджетных кредитов уменьшается в 2017 году на 1,6 миллиарда рублей. Облигационный заим позволяет заимствовать средства на более выгодных условиях, чем предоставляют банки. Размер средств, которые областной бюджет будет тратить на обслуживание государственного долга, уменьшается. Экономить деньги власти имеют возможность отправить их на решение социально значимых задач. При нынешнем уровне инфляции регион будет экономить от 300 до 500 миллионов рублей ежегодно. Выпуская облигации, мы сегодня уже 3,5% экономим, то есть под 8,5% выпускаем, если под длинный срок. А если на рынке такой низкий уровень инфляции будет сохраняться, то доходность облигаций будет понижаться. И мы вместо 8,5% эти 7 миллиардов будем заимствовать в расчете на 3 года. Может быть уже под 5,5%, под 6,5%. Единогласно областные парламентарии проголосовали за прекращение выплаты заработной платы депутату Вячеславу Сверчкову. Напомним, на прошлой неделе экс-мэр города был приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колодине строгого режима за получение взятки в размере 12 миллионов рублей. Зарплату Сверчков получать не будет, но числиться в депутатах продолжат. Пока решение суда в законную силу не вступило, официальных оснований уволить избранника народа нет. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.